Добрый вечер главным темам. ЦБ РФ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней. Вот, наверное, это очень важная новость, которая оказала на рынок гораздо больше влияния, чем повнижение ЦБ процентной ставки. Напомню, сегодня на очередном заседании она была снижена до 11% на 300 боевых пунктов, там ждали до 12%. Но это не столь важное событие. А вот увеличение срока продажи с 60 до 120 рабочих дней сказалось на курсе рубля, причем существенно. Размер обязательной продажи валютной выручки также ранее на неделе был снижен с 80 до 50%. Ну, это, как мы видим, повлияло на курс рубля к евро и к доллару. Всеми силами пытается власть сейчас остановить падение рубля, как некоторое время назад, пардон, рост рубля. Некоторое время назад пытались остановить, наоборот, снижение рубля. Ну, посмотрим. Обычно рост курса национальной валюты гораздо проще удается финансовым властям останавливать, чем снижение. В нашей, по крайней мере, ситуации, по нашей истории мы это помним. Ну, а теперь к фондовому рынку перейдем. Здесь интересная история дивидендная. Газпром все-таки будет выплачивать дивиденды. Дивиденды щедрые. 50% чистой прибыли. Совет директоров сегодня рекомендовал. Отсечка 20 июля. Дивидендная доходность. Примерно, ну, почти 18%. Это много. Мы смотрим, что акции «Газпрома» сегодня лидеры почти на 10% выросли. Ну, будем дальше вас информировать, что происходит. Вообще, в целом, наш рынок сейчас локализован, но он как бы своей жизнью живет. Дивидендная важная тема. Очень многие компании от дивидендов откатся в силу понятных обстоятельств. Ну, вот, кстати, решение Совета директоров «Газпрома» по дивидендам сказалось не только на акциях «Газпрома», но в моменте также росли акции «Роснефти», почти так же, как и акции «Газпрома». Хотя здесь аналогичное решение не было пока принято, но, тем не менее, ситуация достаточно интересная для игроков. Что происходит на глобальных рынках? Там очень много разного рода новостей. Давайте посмотрим. Сегодня опять инвесторы как голуби. В них кинули камни, они разлетелись. И сейчас опять прилетели на рынок. Смотрим, растут опять бумаги в разных секторах. Напомню, что вчера рынки закрылись в плюс на фоне того, что участникам понравилось то, что было опубликовано в рамках протокола в последнего заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США. Вот примерно и расклад сил, и мнение Федрезервной, все, что они там прочитали, показалось им хорошими новостями. Но потом, после закрытия торгов, пришли новости не очень хорошие. Отчитался ряд компаний технологического сектора. Snowflakes отчитался, что самое важное, NVIDIA. Отчеты вроде неплохие, но Snowflakes там относительно молодая компания, поэтому ее очень сильно наказали. На постмаркете акции падали почти на 15%. NVIDIA падала аж на 10%. Но, видим, сейчас ситуация была переломлена, все опять пошло вверх. Особенно, вот, обратите внимание, растут акции Baidu. Сегодня отчитались китайцы и Baidu, и Alibaba. Собственно, и после отчетов бумаги пошли вверх. Также отчитались американские ритейлеры. Macy's, как обычно, отчитался неплохо. Акции взлетели, посмотрите, даже на 18%. Отчитались дискаунтеры доллар-три, доллар-дженерал, бумаги тоже взлетели вверх. Отскок, волатильность на рынках растет. Год тяжелый, год странный, год необычный. Такое бывает, но крайне редко. Вот, если верить прессе, чего не стоит, наверное, делать. Об этом еще писал великий и известный президент Соединенных Штатов Америки Томас Джефферсон. В конце 18 века как-то он высказал такую нетривиальную мысль, что если бы не было газет, то, наверное, люди были бы гораздо лучше информированы. Тем не менее, процитируем статью Financial Times. Там отмечают, что те стратегии алгоритмические, которые долгое время не приносили инвесторам желаемого дохода, говорят о потерянном десятилетии, о черной декаде. Вот эта декада в 2022 году завершилась, и кванты стали опять зарабатывать просто безумные прибыли. Ну, об этом, кстати, мы и поговорим с нашим королевым алгоритмов. Есть такая у нас компания, Алгокапитал, и ее представитель, самый главный там человек, который постоянно у нас в эфирах бывает, Михаил Ханов. Михаил, приветствую. Привет, Данил, рад тебя слышать. С камнями и голубями было просто феерично, я бездержался. Я не стал полностью цитировать великих, но ты понял, да, о чем идет речь. А теперь, как ответка, все-таки, что происходит с нашими квантами, потому что ситуация у нас специфическая. Вот как ваши роботы поживают, как ваши алгоритмы поживают, как они на все это смотрят? Ну, я могу сказать так, что на самом деле десятилетие – это средняя больница, потому что если брать по годам… Понятно, понятно. У вас по-другому, вы же короли. Да, супер год был 20-й, где там прибыль на рублевом рынке зашкалила за 100%, до на долларах на международных площадках около 50-ти было. Вот, и был очень неудачный год 21-й, потому что проблема в том, что среднее выверенное время держания позиций – это 2,5 дня. То есть 2,5 дня рынок, когда идет в ту или иную сторону, это неважно, да, без особых колебаний, без там, как мы говорим, двух сигм. Ну, там, те, кто занимается математикой, меня поймут, когда, ну, там, не слишком большие зигзуги идут вверх. А те, кто не занимается, тебе сделают вид, что поймут. Да, те, 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 те загуглят. Так вот, прошлый год, к сожалению, ну, ты сам видел, рынок был на хаях, все дергались в преддверии сжатия денежной массы и ужесточения кредитно-денежной политики. Вот оно началось, и прошлый год, конечно, был убыточным. Действительно, для всех там убытки были порядка 10-15-20 даже процентов доходили. Вот, но этот год, да, в этом году фееричные просто идут движения на российском рынке. То есть вот у нас рублевая стратегия, там на Мосбирже есть витрина, можно смотреть, она идет плюс 60 с начала года. Май просто волшебный какой-то, плюс 15. Вот, долларовая стратегия в мире чуть-чуть скромнее выступает, но тоже достаточно прилично. Там просто остались колебания, но в целом вот те движения, которые... И мы себя здесь чувствуем просто прекрасно, поскольку все практически с рынка ушли. То есть здесь как вот, знаешь, как вот... Это значит, что ты вышел в каменный век с ручным пулеметом. В дегтябре, да, против тебя идут люди там с какими-то лопатками, с топорами. Ну вот примерно так это выглядит. Это очень круто. Конечно. Ну, на самом деле, на самом деле, я, конечно, шучу, улыбаюсь, но на самом деле это очень большая работа была в прошлом году. Перестроить действительно алгоритмы на укоротившийся срок удержания позиций. То есть если раньше это было два с половиной дня, то сейчас, ну ты видишь, что-то происходит с рынками, инвесторы наши уважаемые видят. То есть направление меняется по нескольку раз на дню. И вот побеждают, выигрывают те, кто умеет работать с этими вишейпами, да, вот с мгновенными просадками, возвратами и так в течение дня несколько раз. Вот те, кто модифицировал свои алгоритмы и паттерны под такой вот рынок, они, конечно, в плюсе. Но это просто тяжелая работа. Вас с Яковом можно просто поздравить. Я помню, несколько лет назад мы с ним встречались, он рассказывал, как к нему пришла идея поменять людей на роботов. И, собственно, мне это близко и понятно, потому что человеческий фактор всегда человеческий фактор. Понятно, что без людей совсем нельзя, но роботизация для того и создана, чтобы облегчать рутинный труд. Поэтому когда меня спрашивают про трейдеров, вы трейдер или инвестор, я говорю, ну, знаете, извините, я не робот. Да, я тебе открою страшный секрет, просто вот только что информация. Вот у нас сейчас плюс 16 по рублевой стратегии на Мосбирже, и мы остановили до конца месяца роботов, потому что сейчас начнется катавасия, сейчас начнутся прыжки с рублем, перемены. Вот это называется такой микс ручного и машинного управления. Когда мы видим, что осталось три сессии, вот пятница, понедельник, вторник, конечно, гораздо лучше закрыть май плюс 16, чем плюс 10. То есть плюс 10 тоже хорошо, но плюс 16 гораздо лучше. На наших объемах это очень большие цифры. Как говорил один мой знакомый спекулянт, главное это вовремя остановиться. Да, главное вовремя остановиться, поэтому вы включите, пожалуйста, работайте. На самом деле вот в этом и есть микс человека и машин. То есть машинам все равно, там, как говорится, там котировки идут, все, им все равно. Сегодня понедельник, пятница, воскресенье, лето, зима, начало года, конец года. Вот, а человек уже он понимает, когда ему ожидать повышенной волатильности, когда что происходит. Ну, конечно, вот двухдневный тренд в доллар, роботы его взяли прекрасно, все, нужно подышать. Пусть три дня постоят, погрызут соломку в стойлах, как говорится, покушают свежих электронов в розетку. Михаил, можно вопрос не для протокола, так сказать, ну, не могу сказать, что интимный, личный, но так вот интересно. Нет ли у вас, или не было экспериментов с семантикой, то есть семантических роботов? Которые анализируют тексты? Yes. Или что? Yes, так точно. Знаешь, это очень сложная игра, близко уже к HFT, к 5-frequency trading, мы в нее, к сожалению, не играем. Может быть, даже к счастью, может быть, даже к счастью, с учетом того, что мы читаем в СМИ, какую жесть, нужно все-таки смотреть не за буквами, а за цифрами. Совершенно верно, да. Здесь, знаешь, как вот лучше, чем маркет-дата, нет ничего. Вот лучше маркет-дата, пока не придумали ничего, и предъективный маркет-дата, знаешь, как в одном известном мультфильме, да, там, нас и здесь неплохо кормят. Ну, зачем менять то, что работает, то, что ты только что наладил, и действительно, ну, я вот видел эту статью тоже, я могу сказать, да, что те, кто прошлый год взял себе на заметку и реструктурировал свои модели, те сейчас очень хорошо зарабатывают. Ну, как гласит китайская мудрость, и очень часто у нас цитировали, цитировали и в восьмом году, и в четырнадцатом, и в каком угодно, кризис – это время возможностей. И вот вы, видимо, эти возможности каким-то образом использовали. С другой стороны, я вспоминаю вот себя неразумного, когда американский рынок, помнишь, там, 2002, 2003, 2004 год, он был, конечно, жутковатым. То есть ничего там интересного не было. Наш, кстати, выгодил на этом фоне наш пасконный такой новый рынок, просто где тоже, казалось бы, ничего не было, но он пер наверх и всех побеждал. Но китайцы, они доходили просто до небес, где-то к 2006-2007 году китайские компании по капитализации были лидерами. Самая дорогая компания был какой-то китайский банк, известный, который до сих пор существует, с госучастием, как мы говорим. Потом они упали в десять раз, так и не отжались. Но на тот момент казалось, что вообще мир распался на какие-то части, потому что то, что всегда работало, оно перестало работать. И тогда я занялся алгоритмической торговлей, не на вашем уровне, конечно. И, ты знаешь, тогда очень хорошо работало именно на Федрезерве. Вот, на каждую первую пятницу был день зарплаты. Потому что каждую первую пятницу выходили статистические данные по рынку труда. И рынок так бегал, да, так бегал, что, в принципе, ну это понимаешь о пастериоре только, что можно вообще в принципе не работать. Ну, к сожалению, мне не удалось, у меня была стратегия, которая приносила прибыль, но она была не полностью автоматизированная. Она была, скажем так, частично ручная, частично автоматизированная. Автоматизировать полностью тогда не хватило мне. Мы проанализировали вот дни Феда на протяжении 10 лет. И не только Феда, еще заседания ЕЦБ и Центрального банка Японии, ну как ключевых. Вот я тебе могу сказать, что Гаусс не сдвигается. То есть Гауссово кривое распределение в нулях. То есть нет такого, что вот именно в эти дни дают там плюсы, если включать или нет. То есть это среднестатистически получается ноль. То есть равное количество... Понятно, я бы из таких предпосылок никогда бы систему не стал создавать. Это с 2008 года по наши дни. Вот сейчас это ноль. Это да, это я вижу. Если бы я по той системе продолжал торговать, я бы уже умер, наверное. Но я тоже вовремя остановился. Но это был не фондовый рынок, это был валютный рынок. То есть торговать можно как угодно. Главное найти торговую систему. И сейчас, мне кажется, это время наступает. В свое время цитировал, помнишь, я вот когда все это началось, процитировал Джона Мэннерда Кейнса. Не как экономиста, как управляющего. У него были, кстати, неплохие результаты для того времени. Они были крайне волатильные. То есть он мог какой-то год потерять 40%. Хотя британский рынок, я не помню какой год, но условно там 33-й год, 38-й год, он не терял больше 25%. Но Кейнс терял побольше. Но он зато и зарабатывал по 50-60% в год. Не знаю, как он там торговал. Ну это так работает, это шарп 2. Местные эксперты подняли бы сейчас его на смех, сказав, что у тебя не шарп, там речь не сортина, там у тебя вообще не сорти. Вот, а работал. Поэтому нужно, вот, поговорки такие, что рынок может оставаться иррациональным гораздо долго, чем вы платежеспособным. То есть рациональность рынка, она сейчас вот отходит на второй план. То есть если вы долгосрочный инвестор, то вы можете, как бы, своей долгосрочной стратегией придерживаться. И когда-нибудь через, там, 3 года, через 15 лет, может быть, вам повезет. Но самое страшное, это, наверное, все-таки долгосрочная стратегия, потому что цена твоей ошибки, она гигантская. Ну вот, Данил, если вспомнить, сейчас понимаешь, как можно говорить про долгосрок, но давай вот вспомним 18-й год. Тогда в апреле начали сжимать ликвидность, ужесточать кредитно-денежную политику, пока через освобождение баланса ФРС, когда они с 1 миллиарда в месяц увеличили выброс бумаг до 30, а потом и до 50. Вот к ноябрю рынок, извините за словами, чухнулся и упал на 20%. Понимаешь, вот то, что сейчас происходит, он уже от хая, да, от 4,800, скорректировался фактически на 20%. Да, вот сегодня, если сегодняшнюю свечку дневную не брать, и если ты помнишь, то совсем недавно был протестирован уровень 3,800. Там чуть-чуть не дошли, да, но тем не менее отскочили. Понимаешь, они могут еще настолько же упасть. Посмотрим, что будет 15 июня, когда ставку еще поднимут на полпроцента, когда уже пойдет сокращение баланса на 35 миллиардов, да, вот куда денется это веселье. Потому что я вот сегодня смотрю на сегодняшний день, ну, прямо как ты правильно сказал, вот голуби, да, вот их разогнали камнями. Вот следующий камень большой, серьезный, бросит 15 июня. Можно будет посмотреть. На самом деле, по статистике, всегда самые лучшие дни бывают на медвежьем рынке. Лучшие дни с точки зрения роста. Самые большие вот растущие сессии, это на самых жестких медвежьих рынках. Поэтому радоваться пока нечему. Скорее всего, все будет еще хуже. И есть такое выражение, не знаю, ты согласен с ним или нет, что у рынка нет такого понятия, как интеллектуальное дно. Есть эмоциональное дно. Абсолютно. Рынок это эмоции чистые. Я недавно услышал у одного умного человека, который с 72-го года на рынке, то есть как бы мы даже не знали тогда, что это такое в те времена. Мне было лет... Да, но он вот это сказал, исходя из своего опыта. Нет, это абсолютно ничего не поменялось. Ты знаешь, я вот... Моя любимая книжка Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта», которую я читаю в среднем раз в полгода, да, о великом спекулянте Джесси Ливермори, да, который там выведен в виде героя Ларри Лиммингстон, но которого даже обвинили в том, что он создал Великую депрессию, стал причиной. Он говорил, что люди... О чем вы вообще говорите, да? На него охотились, ему угрожали. Да, да. Но ты знаешь, как он закончил, он плохо. В 40-м году он застрелился, и на тот момент он уже прошел через банкротство. Это один отличается, я к чему это все говорю, что ничего не поменялось с начала 20-го века. Это он писал. Как правят эмоции рынком, так и правят. Там добавляются различные Кэти Вудс, потом сливаются, добавляются там биткоины и уходят, но психология всегда правила и будет править рынок. Кэти Вудс я всегда слушаю, у нее был очень хороший учитель по экономике, и он научил ее очень здорово обосновывать свои инвест-стратегии. Гениальная женщина, заработала 200 миллионов долларов на комиссии, где она сейчас, никто не знает. Да нет, почему она выступает, у нее сайт есть, я тебе скину ссылочку. Очень интересно, послушайте именно, что она про экономику говорит, потому что у нее всегда очень интересное объяснение, они нетрадиционные. То есть, если ты хочешь посмотреть взгляд на американскую экономику, который ты не услышишь в Джеппи Морган или в Голдмане, послушай, Катю Вудс тоже интересно, потому что... Очень интересно, знаешь, как вы не кто-то про двух экономистов, один говорит, слушай, что происходит на рынке? Он говорит, сейчас я тебе объясню. Он говорит, не надо, объяснить я и сам могу, ты мне скажи, что происходит. Это был анекдот про Косыгина и Брежнева. Это когда Брежнев вызвал Алексея Николаевича Косыгина, и говорит, что происходит, я тебе и сам объясню, ты скажешь, что делать. Я тебе и сам объясню, так скажи, что происходит. Слушай, очень хорошо, весело поговорили про роботы и обсудили все текущие истории. Спасибо огромное. Михаил Ханов, Алгокапитал, был с нами на прямой связи. Мы обсуждали то, как сейчас себя чувствуют алгоритмические стратегии. Чувствуют они себя неплохо. Так что не расстраивайтесь. Может быть, стоит этим заняться, и вам повезет. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»